Здравствуйте, друзья! Это канал Пластмассовый Енот. Простыми словами, ОТПА и не только. И сегодня мы покажем и расскажем в деталях об автоматической системе смазки термопласт-автомата. Ее устройство, обслуживание и ремонт. На ТПА с калинорчажным механизмом используется система автоматической смазки. Если система смазки в ТПА работает неправильно, то простой и дорогостоящий ремонт КРМ вам гарантирован. Давайте рассмотрим элементы автоматической системы смазки. Автоматическая смазка калинорчажного механизма начинается с резервуара, где находится само масло. Рекомендуемое масло с вязкостью 68. В данном резервуаре располагается насос, который создает давление масла в систему смазки. Далее масло по трубкам смазки попадает до распределителей. Во время активации смазки электрический насос подает масло до распределителей, а после них масло поступает уже в точки смазки. Вот до этих распределителей доходит масло, а далее оно поступает в точки смазки. То есть пока насос работает, масло подается только в распределители, до точек оно не доходит? До точек оно доходит, когда сбрасывается давление. Когда насос выключается, масло начинает летти от распределителей к точке смазки. Время работы автоматической смазки и период ее настраивается на панель управления. Чтобы попасть на страничку настроек автоматической смазки, мы нажимаем F2, F5. В данном случае стоит смазка после 150 циклов. Общее время смазки 25 секунд. 20 секунд давление масла нагнетается, 5 секунд сбрасывается. Во время работы автоматической смазки станок не останавливается, время цикла не изменяется. И сейчас мы покажем, как изнутри выглядит типовой бачок автоматической смазки китайского термопластного автомата. Здесь находится электрический насос, который подает масло в систему. Датчик уровня масла. Если масло у нас закончится, станок нам об этом скажет. И датчик давления. Если в системе где-то будет обрыв, мы это увидим. Также у нас еще есть манометр, чтобы при каждой смазке мы могли визуально убедиться, что давление насоса создает. Бывают случаи, когда из строя выходит датчик давления, и его следует заменить. Но стоит учесть, что резьба у них может быть разной. Масло поступает до узлов калинарчажного механизма с помощью трубок. По ним текет масло. В случае, если трубка обломилась, либо подтекает в месте соединения с распределителем, нужно ее поменять на новую и поставить новое уплотнительное кольцо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После замены трубки, в том случае, если масло все-таки подтекает, следует ее подтянуть туже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вся смазка, поступившая в калинарчажный механизм, самотеком стекает в дренажный бачок. Сейчас я покажу, где она находится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она стекает по этому шлангу. Отработанное масло повторно используется, не рекомендуется. Его стоит утилизировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В систему автоматической смазки термопласт-автомата вы можете заливать следующие типы масел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы были на канале Пластмассовый Енот. И сегодня мы разобрали систему автоматической смазки термопласт-автомата. Надеюсь, это было интересно и полезно. Ставьте лайки, не забывайте подписываться, пишите в комментариях, что вам еще было бы интересно увидеть на нашем канале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА